В преддверии нового учебного года в зале заседания района администрации состоялось августовское совещание педагогических работников. В мероприятии приняли участие глава района Заурха Мирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, специалисты управления образования, педагоги, руководители образовательных учреждений. Участники совещания обсудили результаты работы за предыдущий год и определили главные задачи на предстоящие. Началось мероприятие с видеообращения к педагогам министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Затем с приветственным словом присутствующим обратился глава района Заурха Мирзов. Хотел бы вас поприветствовать. Буквально через несколько дней все общеобразовательные учреждения Кашхабского района распахнут двери, дети пойдут в школу. Хотелось бы пожелать всем, в первую очередь первоклассникам, их родителям успехов, вам, как педагогическим работникам, чей труд очень нужен, очень важен и чей труд мы очень ценим. Сейчас в стадии разработки муниципальная программа по поддержке молодых учителей и заработается в следующие годы. Что это такое? Мы будем оказывать довольно-таки серьезную, ощупимую, единовременную материальную помощь молодым специалистам именно школ. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, к управлению образованием. Света Хамедовна, я прекрасно знаю, какие усилия вы все прилагаете в своей работе, но именно выпускники наших школ, 11 классов, хотя бы с каждой школы, хотя бы один ученик должен идти на педагогическую специальность. Мы, в свою очередь, готовы пойти на то, чтобы выплачивать ципендию. Я об этом неоднократно говорил. Мы готовы на единовременную серьезную материальную поддержку. Но, естественно, с условием, что после завершения учебы человек вернется в нашу школу, не обязательно в ту школу, которую он закончил, лишь бы это было в пределах муниципального образования. Сейчас уже разработана проектно-смертная документация на пять общеобразовательных учреждений по программе участия в капитальном ремонте общеобразовательных учреждений. И до конца года у всех остальных школ будет проектно-смертная документация с государственной экспертизой для участия в данной программе. Очень серьезное внимание уделяется по точке роста. Я считаю, очень важное и нужное дело. И вот когда заходишь в кабинеты по точке роста и видишь весь этот блеск, все это оборудование, естественно, душа радуется. Естественно, хочется, чтобы все остальные кабинеты были именно в таком состоянии. В преддверии наступающего нового учебного года хотел бы пожелать всем вам крепкого здоровья, терпения, удачи и всем крепкого благополучия. Спасибо вам. С началом учебного года педагогов района поздравил и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Сегодняшняя линейка мероприятий, мы понимаем, что буквально начинается старт нового учебного года. Это для детей, для родителей, для вас уже начался. И он практически не прекращался. Вы все были в школах, все были на своих местах, приводили в порядке свои рабочие места, кабинеты, занимались ремонтом, занимались подготовками, тот литературой занимались. Конечно, отдохнули. Я вижу сегодня в зале полных решимости, полных творческих сил людей, которые готовы начать новый учебный год. Я хочу, чтобы он у вас прошел на одном дыхании, вам хватило этого запала, творческих сил, планов, желаний всех, чтобы у вас все получилось. Чтобы к вам пришли благодарные ученики, которым вы легко выдавали знания, они принимали, и процесс обучения проходил на более в лучших, комфортных условиях. От души вам, прежде всего, здоровья, терпения, благополучия, удачи, чтобы все у вас получалось. Все, что будет зависеть от нас, исполнительная власть и законодательная. Все, постараться, чтобы вам было комфортно вести процесс обучения нашей детей, чтобы у вас все получалось. Удачи вам в новом учебном году. Всех благ, всего самого лучшего. С основным докладом об анализе и перспективах развития образования в районе выступила начальник управления Осяд Берзегова. Она рассказала о состоянии образовательной сферы, предстоящих новшествах, были озвучены цифры, дан подробный анализ всех видов деятельности, отмечены успехи и достижения. Министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов обозначил приоритетные направления работы в сфере образования. В текущем году особое внимание будет уделено новым вектором развития дополнительного компонента в системе образования. Наша с вами задача создать мотивационную среду, в которой каждый ребенок сможет найти то, что ему по душе. Важно, чтобы воспитательная среда в школах развивалась через формы дополнительного образования, такие как школьные спортивные клубы, музеи, театры. Несмотря на возникающие трудности, система образования Кашхабовского района продолжает решать не только насущные проблемы, но и ставить амбициозные цели, направленные на повышение качества и доступности образования для каждого ребенка. Одной из важнейших задач, которые стоят перед управлением образованием, является обеспечение и сохранение стопроцентной доступности и качества дошкольного образования. В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инновационной деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как возникает потребность в обновлении содержания образования и достижении нового качества образовательной деятельности. В отчетном году в муниципальном образовании Кашхабовский район функционировало 13 дошкольных образовательных учреждений. Контингент воспитанников составлял 1412 детей. Охват детей дошкольным образованием составил 54% от общего количества детей, проживающих на территории района. Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 20 детей. В отчетном году размер родительской платы за присмотры и уход ребенка в детском саду составлял 1000 рублей в месяц. В 2021-2022 учебном году актуальный спрос на устройство детей в дошкольные учреждения удовлетворен в полной мере. На сегодня одной из главных задач остается создание новых мест для устройства детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет в дошкольное образовательное учреждение. Но в связи с тем, что у нас в муниципальном образовании нет родителей, желающих устроить своих детей от 2 месяцев до 1,5 лет, потребность в создании таких групп автоматически отпадает. Социально-экономическое развитие района предъявляет новые требования к работе руководителей и педагогических работников образовательных учреждений к включению в инновационную деятельность. Так, дошкольное образовательное учреждение номер 13 по селу Вольное решением республиканской комиссии определено инновационной площадкой по теме организации деятельности воспитателей детского сада по формированию саногенного мышления у дошкольников. Дошкольное образовательное учреждение номер 7 поселка Майский в 2022 году было признано республиканской инновационной площадкой «Консультационный центр как форма взаимодействия семьи, детского сада и социума с использованием технологии консалтингового центра». Основная цель сегодняшней конференции – обсуждение механизмов управления качеством образования на всех уровнях для достижения поставленных задач. На федеральном уровне обозначены приоритетные направления современной стратегии развития российского образования. Это формирование единого образовательного пространства, обеспечивающее качественно доступное общее образование во всех регионах страны для каждого ребенка в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от социальных и экономических факторов, создание единой воспитывающей среды, ориентированной на формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных культурных ценностей, обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В районе создаются поступательно нарастающими темпами комфортные условия для работы образовательных учреждений. Это обновление материально-технической базы школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Отдельным вопросом стоит улучшение инфраструктуры объектов образования. Для нас очень важно обеспечить возможность получения качественного общего образования каждому ребенку, независимо от места проживания, тем самым стелить грань между нашими сельскими школами, дошкольными учреждениями и городскими. Но на это было направлено ряд мероприятий. Ремонт 11 спортивных залов из всех 11 имеющихся в рамках федеральной программы образования развития физической культуры и спорта в сельской местности за период с 2015 по 2021 годы, что составляет 100%. В настоящее время в рамках федеральной программы комплексное развитие сельских территорий на территории основной образовательной школы номер 12 Хоторо-Казена-Кужорский строится спортивный комплекс, который будет введен в эксплуатацию. В 2022 году сроки окончания работы до 31 октября 2022 года сумма субсидий составляет около 24 миллионов рублей. Во всех образовательных учреждениях имеются уличные спортивно-плоскостные площадки, где проходят занятия физкультурой и спортом. На территории средней общеобразовательной школы номер 5 ООО «Печипсин» строится умная спортивная площадка, которая существенно увеличит количество людей, занимающихся спортом. В целях обеспечения военно-патриотического воспитания и выполнения учебных программ по предмету основ безопасности и жизнедеятельности до конца 2022 года во всех образовательных учреждениях будут установлены спортивные площадки с элементами полосы препятствий. В рамках регионального проекта современной школы национального проекта образования до конца 2024 года во всех 13 образовательных учреждениях должны появиться центры образования естественно-научной технологической направленности и точка роста. На сегодняшний день в 9 образовательных учреждениях уже созданы центры, где проведен капитальный ремонт учебных кабинетов в лаборатории на общую сумму около 7 миллионов рублей и получено современное оборудование для проведения учебных занятий, в том числе три точки роста в 2022 году. Это в средних общеобразовательных школах номер 4, АО «Хачимзи» поселок Дружба и основной общеобразовательной школы 12, хутора Казена Кужорский. Все три точки роста 2022 года, это шесть учебных кабинетов и три лаборатории, оснащены современной мебелью за счет средств муниципального бюджета на общую сумму 780 тысяч рублей. Ежегодно подготовка образовательных учреждений к новому учебному году проходит с учетом требований к антитеррористической защищенности объектов, согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 1006. На обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений ежегодно расходуется более 30 миллионов рублей. Все образовательные учреждения имеют тревожные кнопки с передачей сигналов в подразделениях Вольфско-национальной гвардии, а также оснащены системой видеонаблюдения, пожарной сигнализации и системой оповещения. Имеют ограждение и освещение по периметру, охрану объектов во всех образовательных учреждениях, осуществляя частноохранные предприятия «Альфа-безопасность». В преддверии нового учебного года во всех образовательных учреждениях осуществлен текущий косметический ремонт, закуплена мебель, оборудование с учетом современных требований к образовательному процессу. На эти мероприятия было затрачено около 2 миллионов рублей. Из особо значимых в 2022 году проведен капитальный ремонт мягкой кровли в СОЖ номер 10 хутора Игнатьевский на сумму 1,5 миллиона рублей и частичный ремонт кровли в дошкольном образовательном учреждении номер 9 хутора Казена Кужорский на сумму 708 тысяч рублей. На подготовку к новому осенне-зимнему периоду в образовательных учреждениях проведены мероприятия на общую сумму около 1 миллиона рублей. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во всех образовательных учреждениях осуществляется подвоз детей, схема маршрутов, по которым осуществляется подвоз, утверждены согласованы с органами госавтоинспекции, дорожных служб, сельских поселений с учетом требований уличной дорожной сети, предельных расстояний для пешеходного движения, дислокации мест проживания детей и расположения образовательного учреждения. В 2021 году полностью обновлен автобусный парк. От главы Республики Адыгея получено 5 автобусов, 2 «Газели» и 3 «Паза». Все автобусы находятся в исправном состоянии, соответствуют требованиям ГОСТ, в свое время на проходе техническое обслуживание, автострахование и техосмотр. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» все общеобразовательные учреждения были оснащены новыми современными компьютерными оборудованиями. Также в рамках национального проекта «Цифровая экономика» все общеобразовательные учреждения были подключены к высокоскоростному широкополосному доступу в сети интернет на скорости 50 МБ в секунду. С появлением новых компьютерных классов у учеников и учителей открылся доступ к многочисленному цифровому контенту. Обучающиеся и учителя используют цифровые образовательные платформы «Я-класс», «Учи.ру», «Российская электронная школа», «Дневник.ру». Мы продолжаем работу по выполнению задач, поставленных президентом. Это прежде всего реализация указов президента Российской Федерации по достижению стратегических целей задач национального проекта образования, направленных на обновление содержания и повышение качества образования. Уважаемые коллеги, через несколько дней начинается новый учебный год. Надеюсь, что в этом учебном году нам удастся реализовать самые смелые планы. Пусть обучение по новым программам будет интересным, освоение новых педагогических технологий творческих. Уверена, что в нашем районе сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, потому что именно вы, коллеги, являетесь носителями высокой образованности, интеллигентности и настоящей культуры. Уважаемые педагоги, в преддверии 1 сентября хочется пожелать вам крепкого здоровья, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, удачи, а главное получать удовольствие от той работы, которой вы занимаетесь по призванию. Приятным моментом совещания стала церемония награждения лучших работников. За большой вклад в развитие системы образования района, за верность учительской профессии педагогам вручены почетные грамоты. А закончилось совещание словами общей уверенности, что успехов детей и педагогов из года в год будет все больше.